всем привет это прохождение гректех новый горизонт хотел записать серию намного раньше но у меня сгорела видеокарта нашел у себя старенькую видеокарту на 512 мегабайт на качество картинки вроде бы это не сильно повлияло единственного меньше немножко дальность прорисовки чанков потому что начал немножко проседать fps но и загадка для меня осталось то что на предыдущие сгоревшие более топовые видеокарте солнце было квадратное но здесь она круглая несмотря на то что я не проводил никаких дополнительных настроек и даже не ставил на эту видеокарту драйвера за кадром я занимался тем что наносил на карту месторождения нефти ранее про сканированных участков а также делал новые сканирования но если мы заглянем в книжку здесь сказано что сканирование производилась в 9 областях размерами 8 на 8 чанков здесь также есть вот такая цифра сказано что просканирована 324 чанка она эта цифра была бы верна если бы размеры нефтяных месторождений имели бы 6 на 6 чанков что давало мне некоторые сомнения тем более на официальные вики покрыть тех у сказано что месторождение нефти имеет размер 6 на 6 чанков но в новой версии сборочки это поправили это старой книжки вот например есть новая книжка здесь уже совсем другая информация сказано что общее количество просканированных чанков 576 что соответствует размерам жил 8 на 8 ну и вместе с тем сомнения все улетучились дальше здесь есть вот такая вот пронумерованная сеточка и сказано что сканирование производилась в области номер 5 которая имеет размер 8 на 8 чанков ну и здесь каждый участок также размером 8 на 8 чанков и можно посмотреть где в каком участке какая находится нефть собственно здесь все пронумеровано а также как и в табличке теперь нужно по-хорошему определить границы этих месторождений здесь можно использовать свои координаты и определенные математическую формулу определить эту самую границу но можно поступить и проще как сделала например я этой от нулевой точки x0 z0 просто сделать некую сетку размерами 8 на 8 то есть грубо говоря здесь участок 8 на 8 здесь то есть это является определенные участке месторождений ну и построив таким образом сетку но например вот здесь уже есть готовая сетка то есть само сканирование производится вот в этом вот участке она равняется пятому участку она и даже строго есть смотреть на север то можно пронумеровать таким образом для себя участок номер один два три четыре пять шесть семь восемь девять она и а дальше просто из этой книжки переписать где какая находится нефть значит границы я для себя пометил как на нулевые точки ну и примерно где-то в центре памяти где какая находится нефть там где максимальное значение нефти было меньше ста я просто для себя пометил как точки где нефти нету ну там где она есть я уже написал что находится здесь например газ какое минимальное количество какое количество максимальное здесь легкая нефть здесь тяжелое но и так далее что касается минимального и максимального количества нефти а насколько я понимаю здесь у нас область размерами 8 на 8 чанков а то есть в каком-то из этих чанков может быть минимальное количество нефти 416 где-то может быть чанг содержать 685 этой самой нефти ну и где-то какие-то усредненные количеством 504 там и ну и прочее количество нефти изначально я планировал совместить нефтедобычу с фермой но от этих планов я решил отказаться плохо конечно то что вот в этом ближнем болоте нет нормального месторождения здесь есть не такое уж хорошее месторождение легкой нефти более интересное на этих болотах находится вот здесь вот целых четыре нормальных таких участка нефти с обычной нефтью два участка с легкой нефтью из тяжелой нефти то есть вот в этой вот точке размерами 2 на 2 неплохо было бы сделать ферму ну и также там установить установки по добыче нефти но первая причина по которой я отказался это то что далеко от базы а я думаю придется частенько туда бегать строить что-то какие-то культуры высаживать поэтому я решил где-то вот в этой области размерами три на три строить эту самую ферму но размер ее конечно будет меньше область 3 на 3 подразумевает подгрузку чанк лоудером но и здесь кроме вот этого места где хорошее месторождение есть также не менее плохие участки например вот здесь также находится рядышком четыре месторождения в котором газ легкая нефть тяжелая нефть ну и опять же легкая нефть то есть здесь также было бы неплохо разместить четыре буровые установки и это намного ближе чем собственно на болотов еще одно местечко тоже неплохое есть это вот здесь вот тут есть тяжелая нефть раф нефть ну и два месторождения обычной нефти вторая причина это то что буровые установки можно поделить на три вида скажем так тир-1 тир-2 и тир-3 и каждая имеет разные области работы самая простая может добывать нефть из одного чанка более продвинутая из титана из области 4 на 4 чанка ну и сама продвинутая из вольфрама из области 8 на 8 чанков и если я бы использовал самые простые базовые 2 числовки у себя на ферме скажем вот здесь вот а то и рано или поздно эти буровые установки откачали бы нефть и мне пришлось бы куда-то в другие чанки передвигать эти буровые установки ну а сама фирма появится я думаю намного раньше чем добывающие установки из титана или вольфрама тем не менее я собираюсь базовую машинку собрать и даже поставить ее покачать например где-то вот в этом вот месторождении какой-нибудь чанк например вот этот вот поэтому пометим его меточкой ну и здесь я для удобства кстати пронумеровал все эти меточки одними и тежими цифрами для того чтобы можно было их отсортировать и удобно включить или отключить но в данный момент я просто отключу все и осталось только найти пометочку которую я сделал вот она собственно можно приступить к выполнению самого задания значит требуется 15 штук фреймбоксов 8 штук машинкейсингов ну и сам контроллер буровой установки который красится вот таким вот образом что касается фреймбоксов у меня их порядком 58 штучек это ранее я готовил на чистую комнату но к сожалению ошибся с металлом и на крафте оставленных фреймбокс вот и пригодились дальше крафтим 8 машинных кейсингов готова ну и осталось сам контроллер контроллер готов часть задания выполнена следующее нужно сделать output хэйч и на жхэч и матенц хэч значит энерджи хэч у меня есть готовый лежит здесь без дела а вот он на 128 остается докрафтить матенц хэч матенц хэч готов осталось скрафтить output хэч на 32 ведра он делается из машинного корпуса на 128 и медной цистерны а цистерна можно сделать в ассемблере из двойной пластины меди с добавлением стекла ну и закидываем сюда добавим микросхемку с конфигурацией 2 осталось добавить полиэтилен полиэтилен потихонечку заканчивается нужно будет заниматься его производством дальше что требуются боровые трубы но я уже ранее их отметил здесь они у меня есть крафтить их не придется осталось дождаться output хэч готово задание выполнено здесь я в награду возьму пока что не знаю что открою пару сумочек если награда будет хорошая то возьму сумку если будет плохая возьму наверное микросхемы посмотрим что здесь основной конденсатор 16 штучек но пожалуй наверное это неплохо тем более они делаются из танталиума она и вторая сумочка шелковистая драгоценность и блок фермы ну что ж тоже неплохо мне кажется поэтому здесь я все-таки в награду возьму наверное сумочку буровая установка есть теперь нужно ее обеспечить энергоснабжением для этого я скрафчу батаре буфер 4 готовый на 128 и пару литиевых батареек на первое время должно хватить можно будет потом еще дократить есть что кроме того область где будет стоять добывающая установка нужно загрузить для этого я скрафчу еще один мировой якорь потребуется для него монетки а ну и особенность этой буровой установки в том что если нефти будет некуда деваться и она заполнит танк какой-нибудь заполнит output хэдж то буровая установка не остановит свою работу и продолжит добывать эту нефть просто это нефть будет исчезать в никуда здесь я хочу подойти к этой проблеме с большим запасом использовать супер танк у меня есть парочку готовых но в project ready есть одно задание в котором требуется три таких супер танка поэтому думаю докрафтить еще один такой супер танк чтобы сдать это задание и более никогда к нему не возвращаться готова посмотрим задание здесь еще парочку новых заданий значит здесь куча всего потребуется ну и что-то потом еще здесь хорошо тем не менее это задание выполнено я могу смело использовать один из таких супер танков вроде бы ничего не забыл хотя нет забыл от output хэджи надеюсь помпа не понадобится но передавать я буду нефть при помощи трубы но если что придется потом бежать за помпой кроме того не забыл взять все инструменты на всякий случай чтобы туда сюда не бегать для того чтобы провести техническое обслуживание буровой установки можно отправляться в путь буровую установку можно поставить на поверхности но тогда придется некоторые механизмы прикрыть от дождя чтобы не произошло взрыва но здесь есть пещера и я воспользуюсь и сверху где-то здесь эту самую буровую установку главное посмотреть попадали я в чан который планировал надо включить сеточку ну где-то здесь можно будет ее расположить вообще можно на самом бедро поставить таким образом будет меньше используется буровых труб начнем с контроллера поставляю вот сюда а дальше первый слой у нас пойдет из машинных кейсингов ну и также некоторые обвязки такой как энерджи хэч мэттенс хэч и output хэч ну например пускай у меня будет где-то здесь стоять мэттенс хэч а здесь энерджи хэч здесь output хэч дальше остальное пространство я заполню здесь блоками а первый слой готов дальше здесь ставится еще три таких блока она и вокруг ставится фреймбоксы по три штучки здесь три штуки здесь здесь ну и немножко нужно наверх копнуть так раз два три здесь также поставлю три фреймбокса она здесь на центральной части надпись инкомплект исчезла а теперь нужно провести техобслуживание техобслуживание завершено проблемы исчезли теперь здесь я поставлю батаре буфер разверну сюда а в сторону энерджи хэч и поставлю пару батареечек а ну а здесь поставлю супертанк и при помощи трубы соединю output хэч и супертанк а ну теперь можно запустить этот механизм при помощи океанки нет а забыл я еще добавить сюда трубы вот теперь его можно запустить а ну и дождусь сейчас когда он добурется надо нижнего слоя и начнет добывать первую нефть трубы больше не тратится значит он докопался до нижнего слоя и как видно здесь появляет исчезает сразу же нефть и она начала довольно таки с хорошей скоростью копится супертанки но энергии уже достаточно порядком подкушала в общем ладно осталось поставить здесь мировой якорь и загрузить не в него пару монеток пускай установка работает еще хочу хочу сказать по поводу инструмента ранее я был недоволен то что у меня совершенно не ремонтируется топор несмотря на то что на нем стоит автовосстановление также у меня не ремонтируется молод и лопата а все дело в том что в рузаке и вот в этих вот слотах эти инструменты не ремонтируются поэтому буду здесь я наверное использовать эти слоты под такие вещи как пассатижи отвертка там но и гаечный ключ ну а только вот в этом вот в общем и на интере эти инструменты будут восстанавливаться в подвале сильных изменений не произошло а единственное поменял с 32 ведер на 64 ведра танк под сульфурок оксид потому что его стало уже много копиться здесь поставил танк для того чтобы копить этанол здесь я отключил трубу использовал ту биомассу которую делаю для задания а ну и я решил отказаться от использования вот этой биомассы для производства ферментированные потому что это биомасса получается очень медленно и буду я получать только для того чтобы получать этанол я планирую заняться производством вот этой биомассы из отходов но для этого нужно будет переделать схему переработки продукции мультифермы а значит вот эту биомассу ферментированную я уже начал отправлять вот вот дистиллятор и здесь есть первая аммония полученную при помощи ферментированной биомассы под нее под аммонию я хочу поставить вот здесь вот танк чтобы копить ее там готова здесь убираем сигнал рацион а чтобы извлекать жидкость и она благополучно пошла в этот танк сюда я поставлю сундук ну и здесь сделаю автовыгрызку предметов чтобы сундук отправлять удобрения но на саму ферментированную биомассу есть еще задание нужно 64 капсулы эти 64 капсулы есть вот они дожидаются в этом танке кроме того здесь нужно скрафтить advanced fermentir для этого я хочу собрать награду вот за это задание взять парочку микросхем ну и скрафтить этот самый механизм ферментир готов задание выполнено здесь награду пока что ничего забирать не буду посмотрю на новое задание значит нужно получить метановый газ здесь 64 капсулы отметилась с биомассы дальше что 36 капсулы этанолы нужно получить и метанолы 64 капсулы можно сейчас сделать задание на это новый 36 капсул посмотрим сколько здесь а здесь 39 капсул задание это выполнено возьму здесь в награду сумочку третьего уровня но и монетки здесь определенные дают и награду значит этанол солью сюда то количество которое влезло следующее чем я хотел бы заняться это переработкой тяжелого топлива в таулин а для этого вот здесь на ранее подготовленное место куда подвинено питание я хочу поставить дистиллятор здесь выход разверну наверх а подсоединю трубу здесь из вот этого вот танка при помощи трубы будет подаваться это самое тяжелое топливо убираю здесь сигнал редстоуна значит топливо сюда поступило ну и чтобы получить таулин нужда микроссел с конфигурации 1 готово сверху я поставлю танк на 32 ведра потому что этот самый а то ли нужно отметить в парочке заданий вот в этом нужно показать 26 капсул тоулина и здесь 18 капсул нефть пока что есть также нефть на добывается но хочу немножко нарастить объемы этой самой добычи здесь недалеко есть у меня один источник нефти а не то что он не прям так сильно нужен но он граничит с живые редстоуна и мешает мне эту самую живым нормально выкапывать здесь вроде бы нормальное такое нормальный такой объем это самой нефти порядка 1000 ведра я здесь намереваясь получить оставлю здесь иссохший танк отлично ну и поставлю здесь еще супер танк который буду копить это самой нефть сюда помещать а сюда здесь извлекать отлично ну и здесь поставлю личный якорь не хочу пока что пользоваться другим вариантом теперь я хочу заняться получением отходов из яблок и саженцев она здесь место маловато поэтому я хочу перенести это в другое место сам люк фермы перенесу вот в тот дальний угол ну и все машинки баррели также переставлю вот сюда примерно сниму все машинки трансформаторы восстановлю вот эту вот текущую схему трубопроводов по которому уходит биомасса трубопровод перенесу по которым уходит древесина ну и подведу на новое место питание переставил имеющиеся баррели механизма на новое место восстановил трубопровод по которому древесина уходит в подвал также восстановил трубопровод по которому избранка машины биомасса должна отправляться в подвал и перерабатываться в этанол люк фермы перенес а единственное поменяю трубу на эндро его но здесь пока никакой обвязки не делал чуть позже и займусь из того что имеется здесь я хочу поставить жидкостные твердотельные наполняющий механизм электричество он соединився напрямую с трансформатором питание в него уже поступает из него будет другая биомасса поступать вниз подвал ферментир где будет в дальнейшем перерабатываться ну и трубопровод я сам до ферментира уже подвел осталось только соединить его с этой машинкой готова далее я хочу подвести к этой машинке воду здесь как раз таки есть рядышком труба с водой отлично водичка должна в него поступать ну и здесь я прикрою фольгой трубопровод с трех сторон а дальше что я хочу сделать поставить пару сундуков один сюда один сюда и один вот такой маленький сюда чуть позже когда займусь обвязкой расскажу для чего эти сундуки нужны заглянем сюда сюда водичка поступает дальше хочу добавить сюда мацератор вот этот вот я отсюда сниму и поставлю вот сюда питание соединилась еще поставлю здесь баррель с землей а здесь трансформатор который дает напряжение 32 и у я прикрою фольгой ну а сюда подходит линия 512 на вот этот трансформатор который понижает до 128 сюда я хочу поставить универсальный мацератор пока что я не буду сейчас заниматься его крафтом займусь я восстановлением этого механизма за кадром чтобы немножко меньше мне времени на это все потратилось сюда поставлю универсальный мацератор а теперь мне еще нужно докрафтить некоторые механизмы такие как пару компрессоров и центрифугу но и после этого продолжу докрафтить необходимые механизмы а ну и здесь вот эта машинка не имеет автовыгрузки жидкости на трубу можно было поставить помпу но я просто поменял кустой к трубы на трубу жидкостной зендер его а здесь у меня будут стоять компрессоры здесь центрифуга она теперь это все можно обвязать трубами из зендер его а готова отключу лишние а подключения но и здесь через выход трубы не будут коннектиться поэтому компрессоры сразу же развернул наверх и поставлю на них мафлер апгрейды чтобы они работали бесшумно а теперь нужно все это настроить везде по умолчанию сейчас труба стоит зеленым каналом и режимом извлекать то же самое касается люка фермы а но кроме того что продукцию нужно извлекать мне же нужно с фермы загружать в барреле саженцы яблоки и прочие вещи поэтому здесь я ставлю помещать древесину я не собираюсь использовать здесь она уходит по трубе в подвал а то же самое касается песка он будет только помещаться использовать я его в данный момент не буду но вот яблоки и саженцы здесь я ставлю вход-выход помещение по зеленому каналу здесь вход-выход также помещение по зеленому каналу дальше яблоки я хочу перерабатывать фруктовый сок в экстракторе и в компрессоре получать биомассу вот такой вот поэтому яблоки отсюда будет извлекаться например по красному каналу помещаться в компрессор и в экстрактору ну и здесь я поставлю приоритет единичку единичка вроде как важнее чем 0 поэтому в первую очередь яблоки пойдут во флюид экстрактор а ну и уже потом только будут перерабатываться вот в такую вот биомассу а то же самое я сделать для саженцев но здесь у меня будет уже другой канал черного цвета здесь ничего извлекать не надо сюда я буду только помещать но здесь будет вход-выход здесь приоритет нулевой здесь единичка хорошо здесь во флюид экстракторе будет еще образовываться мульча которую я хочу извлекать по белому каналу и пускай она отправляется вот в этот вот сундук дальше здесь фруктовый сок автовыгрузкой будет отправляться вот в эту машинку ну а дальше из этой машинкой биомасса в жидком виде будет уходить в подвал а следующие в компрессоре будет образовываться вот такие вот шарики биомассы которые нужно отправлять в мацератор чтобы получить из них вот такую плантмассу но это самая биомасса имеет еще некоторые другие применения есть даже задание в треземтере вот такой вот сделать raw biofiber для которого требуется биомасса поэтому все использовать ее я не хочу для этого здесь стоит вот такой маленький сундук на один стек здесь из компрессоров у меня извлечение будет по оранжевому каналу ну и сюда будет помещаться биомасса здесь я поставлю приоритет 1 но остальная биомасса потом пойдет в мацератор где будет дробиться дальше дробленную биомассу нужно отправить в центрифугу и получить из нее отходы а поэтому здесь я ставлю извлечение по пурпурному каналу и она будет отправляться в центрифугу здесь ставлю вход-выход помещение по пурпурному каналу после этого отходы можно будет в твердотельном наполняющей механизме переработать в биомассу либо подробить в мацератор и получить землю но получение биомасса для меня в приоритете поэтому здесь я настраиваю извлечение по голубому каналу и в первую очередь это самое эти самые отходы пойдут сюда ставлю здесь приоритет 1 но все остальные излишки у меня пойдут в мацератор где они будут дробиться и из будет получаться земля которая будет разгружаться автовыгрузкой вот этот баррель из этого барреля у меня будет извлекаться земля по желтому каналу и поступать сюда вот на ферму а поэтому я здесь сделаем вход-выход помещение по желтому каналу ну и здесь осталось один неиспользуемый сундук в котором будет лежать минеральное удобрение и она по желтому каналу будет отправляться также в мультиферму вроде бы все настроено можно теперь кстати подключить мультиферму долгое время она у меня проставила но и посмотрим что у нас здесь древесина сюда поступает здесь уберу сейчас режим красного камня она и продукция вроде бы как выгружается здесь убирая также режим красного камня здесь видно минеральное удобрение ушло и земля тоже бывает отлично фирма обеспечивается нужными вещами главное их вовремя подкладывать сундук или в баррель если вдруг закончится земля теперь я хочу настроить здесь также убрать режим красного камня и посмотреть у нас яблоки пошли во флюид экстрактор потому что у него есть приоритет ну и после того как здесь заполнится все топ эти яблоки пойдут в компрессор и будет получаться биомасса здесь также нужно в остальных местах убрать режим красного камня здесь машинку развернуть вниз и сделать авто выгрузку жидкости уберу режим красного камня здесь и здесь вроде бы все настроено но осталось некоторое время подождать чтобы механизм успели немножко поработать и где-то чего-то на чего копиться но я не хочу оставаться совсем без мацератора есть в третьем тире задания на 20 мацератор на 128 его поэтому я скрафчу его себе и поставлю вот сюда вот готова в награду я возьму пожалуй микросхемы ну и здесь можно также пробежать по некоторым наградам здесь забрать суп из сельдерея ага здесь выбор танталиумные болты или сумка третьего тира но с танталиумом проблем нету я его много получил из лавы поэтому здесь возьму сумку и вот здесь можно забрать награду я ранее где-то 100 улучшения уже крафтил и она здесь засчиталась когда я перекладывал его из сундука в другое место но с этими наградами я пока подожду вдруг нужно срочно будет получить микросхему тогда и воспользуюсь этим линзы у меня рубиновая и алмазная есть здесь я возьму сумку на компрессор я забыл брать режим красного камня поэтому сейчас только начался процесс искусственно заполнить сундук ну и посмотрим на по идее теперь должно все пойти в мацератор отлично докину сюда здесь сейчас будут получаться отходы которые не попали в твердотельный наполняющий механизм отправились в мацератор а скорее всего здесь нужно определенная настройка произвести вот сейчас отходы попали туда куда нужно и должна получиться биомасса которые уйдет теперь в подвал отферментируется и из нее будет потихоньку получаться аммония а пока я занимался разными подготовительными процессами я уже успел сюда сбегать пару раз и поменять батарейки накопилось здесь вот такое вот количество нефти 420 ведер ну а здесь полностью вытерпана вот это вот озеро нефти здесь получилось 1775 ведер нефти теперь можно здесь заниматься раскопками ну а на этом все всем пока а